Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Торгуем с Fibagroup» и с нами сегодня Богдан Зарусский, аналитик компании Fibagroup. Богдан, добрый день! Здравствуйте, Игорь, и здравствуйте, уважаемые наши зрители! Ну что, а в очередной раздраги сегодня вечером. Мы дрожим, евро дрожит. Как нам действовать в этой обстановке? Что вы делаете? Я хочу отметить, что сейчас пока что главенствует доллар США. Видно, что по многим валютным парам данная валюта укрепляется. Видно, что участники рынка все-таки делают основной акцент на данную валюту. Что касается евро-доллара, то видно, что евро-доллар по-прежнему продолжает держаться в нисходящем ключе. Видно, что первая ценовая поддержка, куда график цены еще сможет дойти, это район 1,0917. Запас хода до дома ценового значения еще есть. А также видно, что евро теряет свои позиции против доллара США. Это говорит о том, что участники рынка ожидают плохих сообщений от драги. Не исключено, что драги может заявить, что все-таки еще существуют некоторые проблемы в Европе, и с ними надо что-то делать. То есть надо предпринимать какие-то определенные меры. Также хочу отметить и то, что еще раньше было сообщение о том, что регулятор Европейский Центральный Банк также намерен еще понизить основную процентную ставку, что также может негативно сказаться на ход торгов евро. Поэтому сейчас мы видим такую ситуацию, что евро теряет свои позиции против доллара США. А также еще можно обратить внимание на сырьевые валюты, в частности канадский доллар, новозеландский доллар в паре с долларом США и австралийский доллар в паре с долларом США. Там также наблюдается такая ситуация, что эти валюты теряют свои позиции против доллара США, и если посмотреть их более детально, то можно обратить на достаточно неплохие торговые сигналы. И сейчас, если есть минутка, я готов показать график цены. Да, да, конечно, ждем, ждем, смотрим. Так, видите ли вы график мой? Да, видим хорошо. Вы сейчас видите график цены? Да, 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 видим график хорошо. Агдан, видим график хорошо. Секундочку. Еще раз, небольшая проверка. Видите ли вы график цены сейчас? Игорь, как меня слышно? Так, вижу, что в чате отмечают, что видно. Да, я вижу, что вы также отметили. Окей, хорошо, в таком случае я продолжаю. Что касается евродоллара, то я говорил, что сейчас пока что евродоллар держится в нисходящем ключе, несмотря на то, что движущая волна С все-таки нашла свое завершение в районе 1.09.17. И все-таки напрашивается с технической точки зрения, с точки зрения волна Эля, это напрашивается фаза роста, но тем не менее мы видим, что все-таки ожидание грядущего вступления драги имеет гораздо большую роль. И также, как я уже говорил, что запас хода до ценовой поддержки в районе 1.09.17 еще есть, поэтому в течение нынешней сессии, и не исключено, что в течение американской сессии, график цены еще сможет дойти до данного ценного значения. Поэтому, на мой взгляд, пока что ориентир исключительно на доллар США. Что касается канадского доллара в паре с долларом США, то видно, что график цены пока что не готов уйти ниже 1.361, видно, что график цены пока что находится в более высоких торговых рамках, это сигнал в пользу дальнейшего роста графика цены. И если же все-таки канадец дальше будет терять свои позиции против американской валюты, в таком случае не исключено, что график цены может дойти, на мой взгляд, до важного сопротивления в районе 1.3176, а если еще и данное ценовое значение будет уверенно пройдено, в таком случае вход в более высокие торговые рамки. В таком случае можно ожидать новую фазу с точки зрения волны Элента. Как я уже говорил раньше, особенно вчера, что напрашивается фаза роста, как раз на дневном периоде видно, что коррекционная волна 2 нашла свое завершение в районе 1.28, виден отскок и также была попытка закрепиться выше, чем 1.3176. Но данная попытка не увенчалась успехом, поэтому лично я не исключаю еще очередную попытку войти в более высокие торговые рамки и, конечно же, формирование новой фазы преимущественного роста. Что касается новозеландца, то новозеландец также теряет свои позиции против доллара США, доллар США укрепляется. Видно, что запас хода до ценовой поддержки в районе 0.6636 еще есть. Также видно и то, что данная валютная пара находится в рамках нисходящего тренда и запас хода до нижней границы канала еще есть. А также хочу отметить и то, что на азиатской сессии состоится публикация данных по рынку труда, в частности, выйдет уровень безработицы в Новозеландии. Ожидается, что безработица вырастет, и поэтому на таких ожиданиях, то есть эти ожидания также играют еще немалую роль против новозеландской валюты. Что касается австралийского доллара, то австралийский доллар укрепился выше 0.71-0.72. Это также важное ценовое значение, но мы сейчас видим, что новозеландец теряет свои позиции против доллара США, и также мы видим, что график цены отталкивается от линии нисходящего тренда. Если же будет дальнейшее снижение валютной пары, если же валютная пара покажет закрепление ниже, чем 0.71-1.72, в таком случае появится достаточно сильный сигнал в пользу дальнейшего движения по направлению нисходящего тренда. Поэтому такая интересная ситуация по евро-доллару и по сырьевым валютам. Хорошо, понятно, понятно. Спасибо большое, Богдан. Удачи вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Берегите себя. Спасибо.